Всем щербет, дорогие друзья! Ошибался я, когда говорил, что в новых Ориент Бомбина сделали Open Heart. На самом деле, когда я подизучил вообще, сколько этих Бомбина существует, я понял, что... Нет, это просто ответвление на самом деле с Open Heart. Да еще и не одно, их там два, насколько я знаю. Ну, давайте разбираться по порядку. Когда-то давным-давно, еще где-то в 2013 году, у меня был Ориент Бомбина второй генерации. Вот он такой вот выглядел примерно, как вот этот, только без вот этого Open Heart. На самом деле, первая генерация появилась еще где-то ориентировочно в 2010-2011 году, достаточно давно. Это были элегантные, практически костюмные часы с накладными метками, и многими считаются до сих пор такой иконой классических часов за небольшие деньги. Ну, наряду с более дорогим, немножечко подороже куратором, с более дешевыми Ориентом Три Звезды. То есть, это такая вот классная путевка в мир классических часов, да еще и с механикой внутри. Потом вышла вторая генерация. Она, кстати, мне нравится до сих пор больше всего. Очень винтажный стиль, с вот этими римскими цифрами, с дополнительной секундной разметкой на циферблате. Классно выглядят часы. Я такие подарил своему тесте, он их до сих пор носит. Потом, третья генерация, которая мне не очень нравится, на самом деле, их у меня не было, но, судя по картинкам, они как-то оскучнели, вот эти прямоугольные стрелки, слишком уж в минимализм куда-то ушли. Поэтому она и у коллекционеров не очень пользуется популярностью. Четвертая версия, тоже очень красивая. Я считаю, что ее можно поставить на второе место после второй генерации. Утонченные стрелочки, тоже очень обалденно выглядящие часы. И пятая, вроде как последняя генерация. У нас уже арабские цифры, очень тонкие, такие классические стрелочки. Но, немножечко скучновато, потому что часы лишились вот этих накладных блестящих меток. Циферблат просто, или арабские цифры нарисованы, по сути, да? И они немножко скучноваты. Также есть отдельным, таким эшелоном, идут ориент бомбина маленькая секунда на шести часах. И две вариации, как я уже говорил, с открытым балансом. С накладными метками. И вот такая вот версия с римскими цифрами, как у второй генерации. Что, запутались, да? Эй, классно! Ну, в общем, друзья, в целом подытожим. Что такое ориент бомбина? Это классические часы. Ну, их нельзя назвать прямо вот костюмниками на 100%. Похожая ситуация, как сейка коктейль тайм. То есть, они достаточно большие по диаметру. Они, ну, часы, что ли, выходного дня. Можно даже так сказать. Давайте смотреть, что они из себя представляют. Коробочку традиционно уже не показываю, потому что, друзья, ориентовские коробочки, это отдельная история. В них абсолютно нет ничего интересного. И показывать их как-то вот даже стыдно иногда местами. Честно признаюсь. Но содержимое нисколько не стыдно показывать. Вот такие у нас красивые часы. Значит, здесь установлено минеральное куполообразное стекло. Конечно, за 9 с копейками тысяч гривен у официального дилера. Повторюсь, что бла-бла-бла, что китайцы делают уже и сапфир за такие деньги. Мало того, что сапфир и сейковский механизм, там NH35 и будет вам керамический безель. И вообще прям почти роликс. Но, друзья, у японцев еще прям вот, еще минералка, да. Однако, выглядит это все красиво. Если более-менее аккуратно носить, а учитывая то, что такие часы, вы не будете в них там перфоратором стены штробить, либо играть в какие-нибудь подвижные виды спорта, там кататься на мотоцикле, а носить, грубо говоря, под клетчатую рубашечку или свитерок, то все с ними будет хорошо. Под минеральным стеклом мы видим циферблат с римскими цифрами. Здесь накладных меток нет тоже. Ну, можно считать это за упрощением. Стрелочки синего цвета. Они здесь, конечно же, крашеные. То есть, это недорогой вот этот синий металл, который в более брендовых часах, из которых делают стрелки. Но выглядит все очень прилично. И даже их края аккуратно прокрашены. Нету никаких вот, знаете, ощущений, как стрелки бывают, как будто из консервной банки вырезаны дешевыми ножницами по металлу. Такого ощущения нет. Также присутствует баланс на 9 часах с полированной вот такой частью механизма. Я не знаю. Ну, не котируют любители часов на форумах открытый баланс. Мол, типа, как бы вот эта дырка на циферблате, кому она нужна? Мол, знающие люди, там смотреть все равно не на что. Сколько я лично увлекаюсь часами, мне еще не надоел открытый баланс. И всегда прикольно, когда ты смотришь, там как ручеек бежит, что-то движется под циферблатом. Для этого не нужно снимать часы, переворачивать, смотреть на механизм с той стороны. Для меня это, ну, прикольно. А как для вас, уже решайте сами. Однако, выглядит это все хорошо. И если бы не было открытого баланса, то часы были бы достаточно, ну, скучноватыми, скажем так. Так, здесь вроде бы все гармонично. Хотя, раньше говорил, что, мол, зачем они добавили открытый баланс? Если вот накладные метки, вторая версия, которая с OpenHeart, там, в принципе, можно было уже его и не делать. Корпус из нержавеющей стали 316L. Все у нас здесь полированное, полированное. Полировка хорошего качества. Присутствует заводная головка увеличенных размеров. Такая, как летающая тарелка. Мне очень нравится форма заводной головки у Бомбина. Она прям винтажно-винтажная. Прям вот так вот можно ее назвать. Ну, очень красиво смотрится. А также, достаточно удобная и ухватистая, чтобы часики ваши можно было заводить вручную. Ведь механизм здесь установлен новой серии от Orient. Это F6-T22 без даты, с возможностью ручного завода и стоп-секунды. Давайте покажу. Вынимаем заводную головку. И у нас секундная стрелка остановилась, что позволяет точно настроить ваши часы. Ммм, за окошком налетела у нас такая тучка, гроза и идет дождик. Приятно летом, когда повеяло прохладой и свежестью. Задняя крышка у нас прозрачная. Это тоже немножечко отличает Orient Bambino Open Heart от его обычных собратьев, где глухая крышка. И мне это тоже нравится. Хоть здесь и нет никакой отделки на механизме. Видите, просто обычные мосты, да. Однако я люблю смотреть на механизм. Я это делаю в своих более старых Orient. периодически снимаю с руки и смотрю на то, как работает механизм в часах. Меня от этого как-то успокаивает, что ли, не знаю. Вот, кожаный ремешок установлен на данных часах. Ну, он неплохого качества, в принципе, достаточно толстый. С таким тиснением а-ля крокодиловая кожа. Однако это просто кожаный ремешок. Ну, неплохого качества. В целом, друзья, если вы любите уклон в классику и в винтаж, то Orient Bambino это из тех часов, на которые можно обратить внимание. Учитывая, что у вас не супер какой-то космический бюджет. Лично для меня, у меня парадокс, да. У меня практически нет классических вещей. Я хожу с рюкзачком, летом в шортиках, в футболочке, в бейсболочке. Но у меня очень прут классические часы. У меня их гораздо больше, чем спортивных. Так уж сложилось, да. Протыкаем небо вашими императорскими лайками, пальцами вверх. С вами был еще разок. Не забываем подписаться на канал. Не будьте безбилетниками. Просмотр стоит всего одну подписку. Увидимся. Пока.